уважаемые зрители и подписчики сегодня у нас на канале уважаемый гость капитан третьего ранга Климов Максим Александрович с которым был уже знакомы по крайней мере те кто присутствовали у меня на канале сегодня у нас к сожалению не прямая речь мы по техническим причинам вынуждены сделать запись но полагаю что уже сегодня эта запись будет выложена в интернет поэтому будем обсуждать насущные вопросы сегодняшнего дня и сегодня я хотел бы предоставить всю инициативу непосредственно Максиму Александровичу тем более что у него есть к тому желание и уже согласованные темы которые мы будем обговаривать как говорится вам карты в руки здравствуйте то о чем очень давно говорили с самого начала специальной военной операции те лица которые понимали прекрасно честно называли вещи своими именами в отличие от разного рода пропагандонов ну и скажем так ряда официальных лиц частичная мобилизация началась как это чуть дальше но само это событие но в стране громыхнуло то есть дошло но если не до всех но до очень 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 многих что во первых что это касается практически каждого не практически каждого непосредственно касается дошло масштабы проблем то есть может быть еще не в столь явной форме но то что лубочная картинка которую рисовали она закончилась и здесь возникает вопрос следующий уже ну народ я без выражения такое использовал не совсем как бы литературно обалдевший от происходящего значительной степени те кто понимал до лапу куху что называется часть пошла часть уже там находится и часть наоборот побежала но я говорю те которые понимали вот и сейчас я считаю очень важно это показать возможности позитивного развития событий потому что вот определенные чувства оторопи но я достаточно с многими разговаривал внутри акция скажем так мама моя а что кого-то хоронят вот женщины бабы собираются но и дальше эпические подробности как это мобилизация выглядела то есть там очень многие бы сами пришли вопросов никаких нет но только как мягко говоря это сделалось через 5 5 точку то есть это у людей очень сильно задело макси на самом деле я об этом сегодня уже говорил на брифинге национальной службы новостей а ведь везде по-разному был где-то где военкомы по умнее где хоть какую-то предварительную работу провели и контингент призывников но чуть-чуть поменьше чем в москве и петербурге да где-то мобилизация проходила скажем так и повеселее и по умнее и без эксцессов а где-то как будто специально военкомы устраивали как будто специально народ на бунт поднимали но ситуации когда все зависит от военкома это неправильная ситуация это система которая мягко говоря работает через известное место потому что здесь в первую очередь вопрос возникает у нас главное организационно-мобилизационное управление есть российской армии целом генерал-полковником по-моему бурдинским начальником по которому масса вопросов возникает начиная с того что мобилизация которая была в волонар в днр и вот это преступное просто использование мобиков как значительная и значительной части как слабо подготовленного кушечного мяса ну не грубо как возражать как будто получили корово возражение если вообще подготовлено создание так сказать резерва первой очереди в виде басса который почему-то использовался не доукомплектования истекающие кровью частей получивших боевого в целом ряде случаев очень успешно отвоевавших то есть многократно уступая укром по численности ну скажем так там у нас целый ряд большие серии боев где укров просто выносили что называется вопрос заключается в другом что у людей просто эти части во первых мала численность во вторых потери но в третьих там тоже самые вопросы ротации к людям дать возможность отдохнуть и вместо того чтобы резерв направить на водокомплектование создать запасные допустим батальоны в соответствующих частях где офицеры с боевым опытом например возвращающихся с госпиталей нормально обеспечили бы жесткую боевую подготовку передачу боевого опыта постепенный вот в строй нового пополнения про парс говорю не сиднее фото мобилизации которая была сейчас у нас вместо этого формировали вот эти непонятные абсолютно форма фактически аналоги укровской терабортер обороны а берем например украинский опыт здесь очень такой существенный фактор то их территориальная оборона это было мясо по сути это было расходный материал но у нас другие части были это начиная у них там три танковые бригады у них было кадрированных дальше у них там порядка где-то пяти по моему 6 засветилась это пехотный бригад и механизированных которые бригады кадров эти бригады кадра они прогоняли через донбасс они прогоняли их личный состав через них и в значительной степени пополнение которое после мобилизации это было не территориальная оборона это были люди что называется не те которые скажем так на кадрах как деревянные автоматы непонятно с чем это люди которые уже называется они побывали на войне и по своему уровню этот лично был гораздо более качественный я дополнил что тот контингент который у нас попал барсы то есть это первый мотивированные люди поскольку не мотивированные люди барс вообще не пошли во вторых среди барсов очень много офицерского состава но запаса в третьих много подготовленных бывших бойцов спецназа и так далее так далее вместо того что абсолютно правильно как вы заметили направить их боевые части на их усиление на их пополнение их с легким вооружением вернее при полной отсутствии артиллерийской поддержки бронетехники бросили в бой на самых опасных направлениях где они сумели допустим удержать тот же лиман критический момент там сейчас сражаются два отряда барс 13 и 16 это кубань и имперский легион то есть составленные фактически полностью из добровольцев кубань это кубанские казаки причем нормальные нереженые а имперский легион это добровольцы российские националисты будем прямо говорить имперцы монархисты ну плюс примкнувшие то есть самые боеспособные подразделения но этих подразделений этот ту эффективность которой они могли бы проявить если бы их снабдили и вооружили как нормальные воинские части или если бы их создавали уже на базе действующих воинских частей они естественно проявить не могут естественно что они несут те потери которые могли бы не нести имея нормальное вооружение и противнику бы они могли наносить намного большие потери вместо этого и вели вели в бой как легкую пехоту и объяснение у меня для это только одно и она примитивно и элементарно но с вероятностью 90 процентов она соответствует действительности это сделано только для того чтобы создать побольше полковничьих и генеральских должностей и и 2 чтобы отчитаться перед президентом о том что у нас вот видите сколько у нас батальонов частей соединений смотрите на карте то есть то самое нам хорошо известное с вами неоднократно уже здесь обсуждавшиеся очка втирательство которое характерно для всего ведомства господина шойгу с вами только ведомства господина шойгу я бы здесь отметил военный отдел цико и который сейчас до стал военным отделом администрации президент это первое второе вопрос в независимой части очка втирательства есть должностные листные лица на должностях и то же самый господин бурдинский который начальник гому ну ну а кто его туда назначил и кто не спросил вот за это за фактически уничтожение бездарное уничтожение мог ресурсов донецка и луганска которое фактически произошло за 7 месяцев но сейчас мы имеем ситуацию следующих что мобилизация пошла и делать ее по сценарию там то что было с донбасскими мобиками это было так путь катастрофе просто-напросто будет прямых революции потому что народ на взводе и с одной стороны они понимают а с другой стороны если будет то же самое что было с донбасскими мобиками последствия был самый жесткий да и и здесь еще один момент что касается например волнение в дагестане да безусловно есть ветер из-за границы безусловно я бы еще один момент сказал грамотный ветер то есть специально раскачивается женская тема и вот на тему того что раскачивание женской темы перед и те события которые грядут могут прийти в случае нехорошего развития событий полтора года назад в последний перед последними вот этими волнениями в москве я периодически забегал кафешка не студентов много ну и периодически обращал внимание такое вот что называется мне картину репин вспоминался арест пропагандиста то есть сидит парень стайку собирают вокруг себя и начинается вот это на политические тему как шушу так вот то что перед этим летом меня очень сильно напрягу стайки то женские были девчонок соберу ничего удивительного нету как говорится все знакомо мне как многолетнему сотруднику органов госбезопасности работавшему в том числе на северном кавказе это вот никакого ноу-хау нет то же самое делали чеченцы чеченские боевики то же самое и в дагестане кстати видел в девяносто девятом году все это ничего нового все это хорошо известно как с этим бороться в принципе тоже известно ничего сверх экстраординарного не существует то что произошел в дагестане связано в первую очередь существованием там недобитого ваххабитского подполья который не добито как раз 99 года с когда ваххабиты и салафиты затаились но продолжали непрерывно вести свою пропаганду когда опять же в результате серии амнистии их всех вернули в этот анклав кармахи чабанмахи и када и они продолжали свою работу и в крупных городах и во многих аулах и сейчас именно они судя опять же по тем роликам которые я посмотрел являются движущей силой данного бунта пока подчеркиваю бунта который еще не перерос мятеж но если дальше к этому так благостно подходить то и в мятеж тоже может перерасти бороться с этим ну что в первую очередь это провал опять же работы органов федеральной службы безопасности я совершенно честно не только не только нет мвд тоже но первое в корне лежит провал органов федеральной службы безопасности вы сказали про кавказскую специфику но дело в том что это специфика она будет разгоняться и в россии и здесь мы приходим к следующему что вот когда начинают женская скажем так женщин используют для этого ну лобовые приемы что называется хватать тащить и тогда это в европе конец это не где-то нигде нельзя нас более кавказом же начинается определенный импульс и начинаются у нас попытки вот по вот этому по этому поводу и здесь ключевой вопрос получается это умение соответствовать называется работать тонко и самый главный момент разговаривать с людьми не в режиме не закрываться маска не закрываться какими-то дивизиями штабом то есть наличие обратной связи от общества все мы сейчас подошли к той ситуации когда отсутствие обратной связи от общества на государство на лиц принимающих решения она может привести к самым негативным последствиям то есть это один из детонаторов если это не будет налажено налажено худо-бедно процесс пошел то есть та же самая реакция на те на телеграммы на прочее возникают вопросы соответствующим гос структурах но пожалуйста берем то же самое например комитет госдумы по обороне я у меня очень большие сомнения картополов вообще соответствует занимаемой должности ну и как бы так я бы я прекрасно понимаю но то что с этим нужно что-то делать безусловно и госдума на самом деле это достаточно в ряде случаев эффективный инструмент я прекрасно понимаю что там как там решение принимается и так далее но в ряде случаев она эффективна его нужно включать ее нужно запускать максим проблема заключается в том что государственную думу как вы понимаете комплектовали в течение 20 вру 30 почти лет по крайней мере четверти века не из тех людей которые что-то могут и умеют из тех кто очень научился вылизывать зад в том направлении в каком приказала партия причем это касается всех фар акций государственной думы поэтому ожидать от нашей государственной думы чего-либо кроме как по команде встать в позу пуделя на задних лапках я честно говоря не ожидаю но это несколько не знаете никогда не скрывал свое отношение к этой учреждению как государственному недоразумению ну да других инструментов у нас сейчас нет но я не жду от этих людей вообще ничего другого кроме как стать позу пуделя служащего они не умеют могут тявкать только вот когда и будут дирижировать сверху палочкой больше ничего за речащим исключением да это эти исключения зачастую идут в негативном направлении буквально на тех не рассказали интересную историю о человеке который занимался весьма негодяйскими вещами по части снабжения вооруженных сил хочу и прогремел он находился последствием он съел тут выясняется что человек он же у нас вы не просто на свободе вам уже занял в считающую должность но такие хорошие отзывы пошли все понимаю это вы не того не случайно не того кого на замену начальнику службы ты воду нет 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 это дагозе это были в дагозе назначенцы то есть я просто воспринял ваши слова когда генерал мизинцев который забросал мясом извиняюсь мариуполь его вообще судить военному суду по моему надо придавать зато как он штурмовал мариуполь а его двинули на повышение и поставили рулить самым ответственным сейчас направлением ты его министерство обороны если человек проявился как полное говно извиняюсь на руководящей должности то как он себя проявит на то ловой честно говоря думаю что точно так же ничуть не лучше человек продемонстрировал при штурме мариуполя абсолютно наплевательское отношение к людям просто абсолютно наплевательской почему поставив его на тыл думаем что он будет проявлять другое отношение к мобилизованным тем более с точки зрения вопроса о том что как вы правильно заметили в общем судьба нашей страны зависит от того как мы успешно проведем эту мобилизацию как мы сможем отправить войска сотни тысяч наших мобилизацию есть еще мобилизация сама по себе ничего не решает это только одна из составляющих я имею но я шумею мобилизацию в широком смысле мы ведь наверное еще должны с вами коснуться вопроса что мобилизация только людей без мобилизации тыл и промышленности это не совсем мобилизации это как бы только первое это безусловно это раз второй вопрос это если что и брать на составляющие я бы обозначил их так что первое мобилизация вооруженных сил как обеспечить численность второй вопрос это мобилизация тыла соответствующие третий момент это необходимое кадровое решение потому что наличие должностных лиц на определенных должностях она ну мягко говоря делает достижение заданных целей и объективно стоящих целей трудно достижимым четвертый вопрос это формирование соединений которые скажем так могут решать задачи и задачи скажем так действий на большую глубину это и формирование соединений и скажем так это катастрофическое состояние с авиацией с этим нужно что-то делать и в принципе с вопросами применения авиации то есть там глубочайшая реформа требуется вот этого всего все это необходимо делать массе он даже давай надо кончится да 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 ну и собственно говоря решение на оперативном уровне потому что когда у нас начальник генерального штаба момент прорыва фронта он мягко говоря открывает госпиталь в казани тут возникает вопрос о соответствии занимаемой должности начальника генерального штаба но подождите у нас министр обороны с начальником генерального штаба в день прорыва под балаклей фихикали над человеком на которой на 10 голов их выше над юнусбеком евкуровым на учениях на дальнем востоке это просто меня это просто убило на повал в день когда противник прорвал наш фронт и министр обороны начальник генерального штаба занимаются показухой за несколько тысяч километров ну о чем говорить но ведь все-таки мы с вами опять ударились не в ту тему которую обозначили мы начали обсуждать проблемы которые на собой глубоко волнуют но если мы сейчас будем обсуждать их будут десятки мы не остановимся давайте все-таки вернемся к той теме которую обозначили сначала давайте нарисуем как может позитивно развиваться ситуация если проблемы будут решаться государство продемонстрировала неспособность самостоятельно решить эти проблемы решение проблемы возможно только при соответствующей жесткой общественной реакции вот сейчас после состоявшейся по факту мобилизации ну во первых она уже до этого была общественной реакцией то есть стасии старались гасить вот она касалась активной части общества сейчас произошло то что касается всех и каждого и вот здесь вопрос общество должно жестко ставить вопрос перед соответствующими госструктурами по эффективности действий начиная с того что чтобы тупо те которые были призваны они были нормально экипированы имели средства индивидуальной защиты и так далее то есть нормальная боевая подготовка их формировал применение не в составе скажем так различных там вариаций на тему тербатов а уже нормально в составе нормальных военных организмов где скажем так человек да он винтиком определенным является он думающий винтиком выполняет свою задачу в огромными работающие механизмы в огромном симфоническом оркестре группировки сражающиеся на самом направлении межвидовой и здесь к сожалению без вот жесткой постановки вопроса на уровне общества ну система сама меняться не будет у нее даже чувство самосохранения нет вот есть чувство и скажем так я скажу бог долбавшегося наркомана что мы авось пронесет а 8 мы тут что-то где-то карта ну я не могу с вами полностью согласиться поскольку те сигналы которые ко мне поступают говорят о том что все-таки 7 месяцев сплошную серьезнейших провалов потому что как мы с вами уже говорили операция в общем-то и началась с капитальнейшего громаднейшего провала когда выяснилось что своего перерастает в войну а результатами достигнуты те которые планируют изначально достигнуть быть не могут но считай что они могут быть достигнут те которые ставились изначально с парадом по крещатику имеется ввиду из демилитаризации деноцификацией и с медведчуком во главе они же не пробили упаси господи после него вот один там дружественная украина которая должна была возникнуть где-то концу марта текущего года говорится это 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 операция провалилась об этом мы уже тоже с вами неоднократно говорили ну так все-таки возвращаюсь 7 месяцев прошло наконец-то я вижу то что определенные телодвижения власти происходит очень медленно с огромным опозданием но может быть вы просто не в курсе некоторых вещей которые знаю я но они происходят то есть зашевелились зачесались начали бегать упирается проблема только в одну вы правильно ее обозначить проблему упирается в нежелание менять никого в высшем эшелоне а пока высшем эшелоне никто не меняется соответственно меняется их окружение и вся ранее построенная вертикаль построены по принципу лизнул откатил отпилил снова лизнул она работать не будет в новых условиях это вертик она не изменится и работала здесь один момент я считаю нужно и обозначить и подчеркнуть что сможет сложиться впечатление что с нашим генералитетом все полный брак и так далее это не так не так я массу скажем так примеру знаю когда например люди вернувшиеся оттуда дословная фраза что я про своего генерала не могу сказать ничего плохого то есть только хорошие да есть нюансы например там полу офицером штаба назначенцы свыше там есть проблему убрать соответствующих там и так далее то есть вот то есть на уровне но условно говоря среднего команда ну уже высшего командного состава который нижнее звено то есть там достаточно ситуация положительная а ключевая проблема как раз заключается вот самое высшее командное звено министерства обороны это именно ключевая проблема потому что вот куда ни ткни куда ни ткни и за редким исключением полный мрак получается или кретин или некомпетентный человек условно говоря но берем например открытие госпиталь рядом с начальником генерального штаба стоял начальник с медицинского главного медицинского управления человек который пришел не просто с гражданки я не вижу никаких проблем чтобы человек пришел с гражданки толковый то есть и и прочее но человек который на гражданке занимался эффективным освоением бюджетных средств по тематике там санаториев там и тогда чем успешно занимался министерстве обороны а теперь смотрим вопросы медицины которые у нас стоят когда вы просто позорные вопросы когда у нас ну чуть лучше чем пакета чему чуть лучше чем времен войны и мягко говоря скорость принятия решения она лучше пусть черепашья по этому поводу тоже это было обсуждение кого назначать и грунте и вича назначить и вича это доктор который данного донбасса довольно-то мне знает организацию прочее он палкой говорю будет бить вот всех вот этих негативных генералей вот которые ну вплоть до того что я не удивлюсь реально будет палкой дубас то есть с точки зрения кадрового резерва я считаю что люди есть и вопрос заключается в том что наконец-то принятие соответствующих кадровых решений на верху без которых но мягко говоря победы я не будет просто напрасно сейчас жены роли они разыгрывают спектакль что наконец-то у нас на мука при той части наконец-то мы там что-то где-то как-то а что наконец-то что фронт вы сможете держать позиционный так это путь в никуда единственное единственное скажем так эффективно оперативное решение которые есть на украине это удар с юга все вот удар что называется нет в удобном коммуникации по удобной местности и которая брошу это у них я с вами не вполне согласен на мой взгляд нужно много ударов нужно миллионы и сегодня об этом сказал миллионная армия которая нанесет удар с разных стратегических направлений и как можно скорее закончить эту операцию здесь может идти речь и об ударе опять через белоруссию хороший на самом деле показал пример вначале там все перелось коммуникации а вот если этот удар подпирался бы с юга вот тот аэропорт который у меня новые в эти предложения которые у меня были когда у нас южная клещня и севернее северная клещня там оставалось ну меньше 400 километров для того чтобы замкнуть для нас для этого было крайне недостаточно необходимых сил то есть размах был условно говоря так как будто в руках тяжелая алебарда по факту оказался маленький туристический топорик и просто растопыриная пятерня да да но об этом мы с вами опять же говорили но все-таки давайте вернемся к ситуации от нас ждут ведь не только и в первую очередь не столько критики мы ее достаточно выдали за 7 месяцев и будем продолжать выдавать от нас ждут наверное какого-то с позитива с точки зрения а как может развиваться ситуация ведь мы с вами не сомневаемся что нам побеждать надо в этой войне как можем мы победить в этой войне пусть преодолевая все многочисленные препятствия но и что нам дает для этого мобилизации что нам необходимо сделать в этом отношении давайте вот на этом сосредоточен мобилизация в первых она дает понятно что вот людей стекающим крови частям для того чтобы они нам могли нормально держать фронт для этого достаточно 200 тысяч человек но даже когда мы помним и пополним эти разделения мы опять же только сможем пополнить их у противника сейчас по разным данным они поставили под ружье по всей стране до 70 до 750 тысяч штыков из них на фронте они свободно могут держать до половины данного количества то есть они сейчас имеют тройное четверное превосходство в людях практически по всему фронту а если мы просто вольем вот эти 200 тысяч наши войска то мы получим с ними только относительный паритет наступать с этим паритетом мы не сможем что необходимо сделать для того чтобы мы смогли наступать осуществлять стратегические наступательные операции у нее окружать громить врага и как можно быстрее закончить эту очень тяжелую войну не доводя ситуации до экономического и социального коллапса в российской федерации ну во первых здесь составе нужно делать скажем так клонировать условно говоря допустим если у нас я считаю что часть например бригада бригады развертывать например дивизии для того чтобы уже соответствующими комплектами у нас целый ряд бригад вообще налегке воевали то просто но к сожалению я вас здесь поправлю максимальца у нас бригады вообще не воевали у нас воевали от бригад батальонные тактические группы то есть в лучшем случае один усиленный батальон полнохромный в лучшем случае но тут тоже есть нюансы есть те которые как бы там достаточно в располаге оставался там по минимуму и прочее 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 то есть здесь уже но в эти детали уже даваться не будет то есть вы предлагаете на базе уже имеющихся обстрелянных частей которые уже получили офицерский состав которых получил уже современный боевой опыт именно этой войны заполнять их войсками и клонировать то есть создавая у нас нет других вариантов и здесь момент тоже вот условно говоря например пошла мобилизация поехали люди я не буду говорить какой учебный центр окружной задаю вопрос литературу передать но у вас этой литературы нет потом используем беспилотников там прочее прочее не надо не надо у нас у нас все хорошо просто реакции вот те инциденты которые были скажем так вот с мобилизованными не ну понятно что есть люди которые там собой кучу баулов тащат там и прочее тоже как говорится нужно нормально военной дисциплины отсекать но когда медицину начинали забирать и прочее то есть вот особо ретивые офицеры случаи были но есть люди которые не понимают что масштаба происходящего и есть откровенные дуболомы то есть откровенные вредители просто и здесь очень важный момент чтобы во-первых подготовкой занимались люди имеющие боевые опыты второй вопрос хорошо допустим а у нас есть хоть один с точки зрения допустим подготовки штурмовой групп войну было что делались копия немецкой обороны потому что части отходили тренировали хорошо специальные пособия не хватает есть захвачены укровские опорники а хоть на одном из этих опорников занятий были пройдены я думаю что наверное были но были проведены скорее всего каким-нибудь там призраком то есть части которые ну скажем так донецкие части которые гораздо были гораздо более заточены на войну и они в любую возможность изыскивали сожалению к сожалению здесь я должен вас разочаровать такого не было такого не проводилось но такие подразделения просто если говорить конкретно призрак призрак находясь 8 лет на передовой изучил всю передовую противника так как вплоть до метра что называется действующую поэтому он ее от штурмовал в итоге просто с минимальными потерями на донецком фронте ничего подобного не проводилось результате бились об оборону противника головой разбили эту голову допустим 7 бригада славянская мы не славянская бригада днр и на сейчас сведена в один штурмовой батальон из-за потерь до этого в ней было четыре батальона сейчас их свели в один это показывает масштаб понесенных потерь кадровых частей донецкой народной республики и здесь опять же я хочу сказать что если кто-то думает что я выдаю военную тайну то нет это уже все лежит в открытом доступе в интернете просто это противнику об этом скажем так хорошо известно поэтому к сожалению опровергаю нет нигде никто и не как то что просто брать и дело и сделать это могут только только под крылом частей которые непосредственно стоят мог называться на линии соприкоснования другом имеет ли смысл штурмовать эти опорники залитые бетоном с двух уровня окопами с долговременными дотами еще знаю что за этим опорником идет следующий опорник потом еще один и еще один то есть донецкое направление мы приходим к тому что у вас было дискуссия на одной из последних лесок по поводу артиллерии и снарядов во первых до артиллерия должна проламывать обеспечивать наступление сквачковым но я категорически не согласен с оценкой низкого ну скажем так низкого значения стрелкового оружия потому что например что касается штурмовых действий опорные пункты занятия например важных там высота прочее боевые действия в городе это очень важный момент и здесь нужно еще один фактор учитывать есть фактор в услуг а за услуг стоит над и здесь вопрос если где-то что-то как-то те же самые натовские подразделения то же самое возможный конфликт сша из нато там уровень стрелковой подготовки там на принципиально на другом уровне находится и мы методически очень сильно стоим в этом вопросе просто методически стоим если например берем равноценное подразделение российской армии вот сравним стрелковой подготовки не в режиме упражнения стандартном упражнении стрелок а реальная скажем так вот головная фигура то есть вот ну с точки зрения боя у американцев доходило того что у них проводила специальное расследование почему в ираке было так много убитых в ходе боев в голову и выяснялось что не в голову да не добивали а именно реально не в бою убивали потому что массово распространение бронежилетов совсем другие подходы к стрелковой подготовки уже целесообразность например у нас тупо автомат ставить на прицел на постоянно вызывает очень серьезные вопросы то есть и так далее так далее так далее это уже это уже техними масса технических деталей которые надо обсуждать специалистам давайте все-таки мы вернемся наше дело в том что нормальную боевую подготовку этих частей могут организовать только те части которые находятся те части которые воюют и на их базе нужно создавать как у нас войну было запасные батальоны следующий вопрос который у нас острейший стоит и активно например в кулуарах дронится конференции беспилотников обсуждался это необходимость создания курсов младших лейтенантов потому что у нас крайне больной вопрос встает по офицерскому составу особенно низовом зрении при этом у нас есть масса толковых сержантов вот разговор который рядом за столом был когда вот скажем так человек такой полковник матерый он говорит ну пример приводит что из сержантов назначен следующий год в округе лучший взвод вот этого сержанта младшего лейтенанта бывшего сержанта на курсах когда оказалась ситуация в 90-е годы что офицеры уволились я прекрасно и сейчас нужно немедленно делать это более того это делалось во время первой чеченской компании я прекрасно и помню когда я уходил тогда контрактником на первую компанию меня в последний момент снялись отправки я был с высшим образованием но у меня не было кафедры в институте вот я уже как бы то есть на служил срочно то есть автоматически должен был получить лейтенанта но никто этим не заботился и меня собирались отправить как раз на эти семимесячные курсы младших лейтенантов и я отбрыкивался поскольку я собирался на полгода контрактников чечню и считал что война кончится раньше чем я кончу эти курсы как известно война кончилась несколько позже но в общем я сейчас не жалею что не пошел эти курсы потому что тогда моя карьера сложилась совсем по-другому факт то что это было уже во время первой чеченской компании сейчас нет других иных вариантов и кому это дело завалит как она завалила все что к нему это приходило там можно только на базе действующей армии сделать и еще один вопрос встает следующая волна мобилизации неизбежно но вопрос возникает другом что мы должны сейчас создать те компоненты по подготовке личного состава система доукомплектования действующих частей и система которая обеспечивает формирование новых частей на базе действующих которые ну с учетом боевого опыта которые де-факто отсутствуют у нас несмотря на длительное ведение боевых действий я не знаю там бурдинский вот каких-то мысик вообще когда вы пока последний раз проходим ну я считаю что там человеку требуется углубленное медицинское обследование с учет задействиями соответствующих специалистов он приглядится к нему повнимательнее потому что с точки зрения здравого смысла и того что он творил дайте я все-таки я про начали когда угол я подхожу у меня немножко другой там не военно-медицинская комиссия должна заниматься нашими многими военачальниками военное следствие особенно я согласен с этим сначала это вот если кого-то из них признают невменяемым по факту то есть потом это отдельно может идти по крайней мере действия нашего генерального штаба по планированию что весенние операции что харьковского нашего направления там похоже либо на военное преступление либо просто на предательственную на измену но давайте просто я немножко акцентирую вопрос по-другому вот хорошо мы как бы взялись за дело с умом мы начали разворачивать батальоны бригады бригады начали разворачивать в дивизии начали формировать стратегические резервы но у нас с вами сейчас на фронте воюет сборная солянка то есть кадровые части подразделения министерства обороны части и подразделения корпусов народной милиции днр в нр которые зачастую растащены по ротам аж по разным армиям с одного полка у нас воюют барсы отдельный отряд проходили великотечества подождите я просто пока перечисляю у нас воюют какие-то непонятные нацбаты там алга там ахмат можно перечислять с регионов которые как бы формировались в регионах которые опять же только подразделения не соединения сейчас воюют различные добровольческие подразделения чвк вы считаете нормально такую систему нормальный нет но ваше предложение здесь берем например опыт великой отечественной войны те же самые дивизии народного ополчения они в итоге стали дивизиями красная это раз второй вопрос те же все самые части нквд да они как правило сражались действительно героически упорным там были и другие эпизоды берем например сражение на воронеж когда например командир бригады нквд говорит а у меня приказ там убыть сталинград и просто ставлет фронт и убывает начальник гарнизона он не имеет скажем так полномочий для того чтобы точнее мы своевременно не были даны полномочия командующим фронтом для того чтобы зашиворот взять немцы прорывая спокойно проходят заезжает центр города на лесбой и в том числе такие эпизоды были и здесь в итоге все это пришло к тому что привидение под общий знаменатель красной армии опять же мы вспомним еще части нквд были намного слабее вооружены с тяжелым вооружением у них не было нормального количества артиллерии не было противотанковой артиллерии мало зениток да потом их те дивизии которые нквд которые оказались на фронте которые не могли сниматься они просто передавались из нквд министерство обороны и по по начинали пополняться по те что здесь в любом случае у это завода солянка которая получается с этим нужно что-то делать я могу нас например сказать тем самым метод с оркестром определенные были беседы по этому поводу но это не только еще в этом мой вывод был с этим выводом согласны еще ряд специалистов что оркестр скоро рано или поздно очень сильно да он героический да он упорно продвигается успешно решая задачи но скажем так уровень не штурмовой уровень то есть условно говоря они влезут драку с паками там где противник надо примет бластер ну образно говоря то есть и вопрос заключается в том что да они хорошо палками берутся не вопрос но один раз они уже получили хорошо это это было в силе и вопрос заключается в несколько вполне имеет возможность я не хочу в детали раздаваться в конкретно как бы это как это может быть сделано что очень хорошо ударить потому что сам в окно и в том виде в котором сейчас вот эти подарки части существует но да на данный момент за ними успех но этот успех он может скажем так прерваться очень-очень-очень хорошая масса они уязвимы с точки зрения целого ряда факторов с отсутствием необходимого вооружения из металлистов по идеологии не только здесь здесь вопросы управления разведки и так далее так далее так далее получается то есть то есть как бы мы делаем подводим под этим черту и делаем вывод номер два необходимо унификация не сию секунду допустим да то есть необходимо унификация всех воюющих частей подразделений объединение приведения к единому знаменателю причем это не значит допустим что пополнение может как говорится идти конкретно в данную часть допустим за счет добровольцев может быть немножко разное финансовое обеспечение ну так и в советской же армии было так гвардейские части во время великой отечественной войны получали на треть больше оклад пополнялись намного более боеспособным контингентом из молодых возрастов а военнослужащих гвардейских частей имели право после госпиталей требовать прямо требовать направление свою собственную часть то есть из два гвардейские части поэтому и были ударными то есть применялись на наиболее серьезных участках фронта имели ряд приводят преимуществ которые заметно выделяли их из общего числа обычных стрелковых там дивизий или танковых то есть мы когда мы говорим об унификации мы не говорим о том чтобы лишать какие-то части привилегий или назначением и на ребенку смысле это не означает все пострижены поодинаково здесь означается с точки зрения системы управления с точки зрения орг структуры для того чтобы те же самые командиры устойчиво они примерно могли понимать что вот это ну условно говоря современный местным юнит он имеет примерно такие возможности и это уже устава пересматривать хорошо временное наставление боевые но уже как бы с учетом боевого опыта с учетом того что тех задач которые ставятся они в режиме который мешки что что у этих взяли что-то вот просто зато напомню один эпизод который меня просто всегда поражал по глубине души с глубины души и до сих пор ничего не изменилось я ехал недавно по крыму из крыма по крымскому мосту в москву на поезде и ночью дважды нам навстречу проходили военные шелом с танками самоходной артиллерии там всего понемногу было там ну где-то там инженерными машинами понтонами различного рода спец машинами ни одного чехла вообще ни одного ни на одной единицы техники в том числе на тех единицах которые априори являются секретными то есть там передвижные рлс допустим ни одного чехла ничего проезжаем мимо воинской части на наших глазах грузит бронетехнику тоже бтр и инженерные машины бремы ни одного чехла не ни одной попытки маскировки этой техники со стороны просто проезжающего пассажирского поезда весь мой стоит да да занимает и фотографирует о каком режиме секретности при подготовке наступательных операциях можно говорить когда этого даже не пытаются игорь во-первых я скажем так подробности вам отдельно могу сказать публичная на камеру не хочу это приводить я уже касался в свое время снарой т.в. этой темы по-моему данного и т.в. кажется было о том что есть веские основания полагать наличие у противника детальных планов начало слова именно детальных планов я конкретные документальные примеры и они недопустимо приведение с точки зрения российского законодательства ввиду соответствующих реквизитов на скажем так находившиеся в украинском части интернета российских документах но там именно детальных планов второй вопрос с точки зрения беспилоте на вот эти снеговики с 8 управления которые скажут за гт отвечает очень сильно скажем так свинью подложили российской армии с точки зрения не только беспилотной по целому ряду вопросов и когда вот один из таких замечательных вопросов замначальника 8 управления женщина которую укрой обработали дистанционно сожгла бэмбэ а откуда у замначальника 8 управления бэмбэ да мне сказать 9 миллионов рублей вот 9 миллионов рублей минимум и здесь как бы вопрос к соответствующим органам та же самая ситуация ну что смеяться у меня на армии была ситуация первый день там в среду более-менее в четверг меня начались всякие разные непонятные события но начиная с того что милиция подходила с собачками и так далее просить дело кончилось тем что уже там бегут там важно четверо то есть молоденьких там 5 лысый но не молоденький дальше там уже откровенное хамство там прессование и так далее случае следовательно будете разговаривать пройдемте но у меня весь день получился практически вычеркнут за одного эпизода которые хорошую вещь там успела сделать нужно для обороноспособности когда мне телефон оказался и главный момент который заключался когда появился молоденький юный полковник что такое юный полковник контрразведки объяснять не надо это чё-то или чада или внучок или так далее и главное к чему свелось ничего критического не писать парни ничего их не интересовали проблемные вопросы там были конкретнейшие проколы с точки зрения вопросов згт с точки зрения контрразведка обеспечения им были указаны эти моменты никакой реакции по этому поводу лишь бы никаких не было проблем ничего острого на публику знаете слава богу ко мне уже давно юных не посылают потому что юным я вообще рот не даю раскрыть в основном если происходит общение с людьми как примерно моего возраста и достаточно опытные которые скажем так глупости откровенных просто не говорят ну видите я же все-таки из этого ведомства вы конечно официального не буду до чего официально нет но чем какой официально официально это взять на себе ответственность но все-таки но и все время сбиваемся мы начинаем ругаться два встретились два профессиональных как говорится критика в хорошем смысле слова мы приходим к технике вы коснулись вопроса да вот-вот а теперь я приведу просто убойный пример я на одной из последних передач на последний полнорой тв сказал что я был в тихом изумлении что оказалось у нас масса чего там просто не применяется например с точки средств разведки освещения обстановки я могу сказать что потому что сейчас об этом радостно сказала министерство обороны они применили разведывательные самолеты систему фракции я не знаю что это комплекс авиационной разведки с достаточно очень интересными возможностями очень актуальными вопросами то есть прошло больше полугода и они наконец-то у них там он у них один он у них не один он у них не один но я могу сказать что мне птичка в клювике принесла что я просто задал вопрос а мне сказали а его нет 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 почему нет ну а вот вот так и у нас целый ряд примеров есть когда или это не дают на фронт или просто у частей которые идут на фронт это дело изымают вот да тут вопрос для соответствующих органов безусловно это один момент второй момент который получается у нас наконец-то коснулись вопросы дополнительного бронирования техники так далее у нас начали главного автобронетанкового управления наконец-то очнулся что-то неплохо сделать статья в красной связи что запланировано оснащение но вопрос этот он заключается в том что человек я не знаю он вообще в адеквате это начальник автобронетанкового управления он просто тыловик он был назначен из тыловика он вроде все как бюрократ он все сделал запланировал а то что этот вопрос что называется должен решаться в режиме есть три дня вечер ночи утра до человека просто не доходит не доходит что человеческие жизни не доходит что-то снаряды которые например для контр батарейной борьбы не привезены из-за того что разбила грузовик и так далее тупо вот осколком радиатор повредила ну элементарно прекрасно знаете к те же комплекты которые были еще в афганистане заготовлены для техники они поехали многие были установлены потом в чечню а где они а их скорее всего утилизировали потому что там очень чудесно у нас проходила утилизация на нем уважаемые люди делали деньги и так далее ну хорошо утилизировали сделайте заново мы уже о чехлах говорили у нас еще из массы сетей в армии нет меня тут порадовали сообщением о том что оказывается у нас министерство обороны вообще текущей пятилетки маска сетей не заказывал не нужны были окрасами маску нету в госзаказе в оборонном не было маски старые все распродали по ресторанам или просто сгнили а новых нету потому что вот не запланировали заказ нас воюем без маски без маскировки то же самое касается я когда смотрю многочисленные видео я не понимаю у нас вообще забыли о существовании химических дымов ну вот едут танки едут бмп в наступление их рассматривают противник видит с беспилотных их даже не пытаются так у нас наконец-то появились там та же самая тда 3 которая обеспечивала не просто задымление она обеспечивала задымление в красном диапазоне соответствующим то есть там очень больной вопрос тепловизоров джавелинов и так далее более того у нас снаряды разрабатывались по этому поводу например для рсзо то есть вот это вот резкое снижение эффективности те же самых градов она более чем компенсируется например применение таких снарядов более того я могу сказать что году наверное 16 мне вопрос поднимал пусковых станок у 14 это маленькая такая катюша на к на колесиках выдавая использовала то есть калибра 140 миллиметров дело до снаряды в том числе нового поколения интересными возможностями помех и меня интересовал вопрос именно для донбасса и дедушку одного гопту так мы их мы их всех порубили все еще было утилизировано еще году 2010 то есть здесь эти вещи есть но вопрос заключается принятие соответствующих решений чьих решений инженерные войска они находятся под крылом господина булгакова это вот тот редкий случай я не знаю вот по поводу назначения мезенцев лично не знаком никак не пересекался может быть там действительно мясник нужен который палкой будет вот это вот может быть так дай бог что потому что вот это вот авгиевые конюшни которые в тыле вооруженных сил сложились когда вот булгаков себе нагребал все когда он был начальником тыла с 2007 года или с 2008 года тыла просто надо этого очень длительное время начальником штаба тыла вооруженных сил когда под его крылом оказалось ракеты артиллерия готова она перед этим входила под крылом управления вооружений находилась то есть вот это вот сертиковское реформирование ну да 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 вот у нас куча вопросов причем куча вопросов оперативных они оперативно применение фактически они казались там причем оказались там на уровне того что эффективно свои небюджетных средств ну и все-таки а вот как бы выходим что необходимо сделать в этом направлении в направлении военной техники вот чтобы наши вновь созданные соединения обрели полную боеспособность игорь иванович вот у меня конкретное предложение подготовлены были лежали это связано частично в аэропортах были но фразы людей которые ну скажем так хорошо кухню и на обороновскую знают дословно глазка единственным с кем с кем можно разговаривать это их курс вопрос заключается в том что человек просто сейчас на разрыв идет и чтоб ему это было перено положено на стол кстати если кто может оказаться действие потому что но тот канал который есть он пока вот не совсем рабочий обсудим обсудим немножко другом направлении потом как говорится после эфира а как-то у нас совсем голубь по европам получать у нас с бронежилет еще один пример очень больной бронежилеты для мобиков причем не требуется что-то исключительно даже даже второго первого класса защиты на самом деле это они обеспечивают резкое снижение да потому что львиная доля больше семидесяти процентов 5 процентов там 8 это осколочные мелкие осколки и здесь вопрос играет роль и недостатки того же самого ратника то есть ну как бы уже вдавая даже самого даже новое там жилет это которая составе ратника входит там 6b-45 и так далее они массу своих недостатков имеет народ массово там юбки так называемые то есть уже там с те которые защищают там практически по колено то есть но уж условно условно говоря мы приходим потому что там облачение русского ратника там вот в значительной степени я недавно узнал например броневое производство например на в смпу ависмо она практически стоит почему причем заказов нет да причем такая такая ситуация что со стороны менеджмента отзывы очень хорошие то есть люди как бы они стучатся снизу и с указанием тоже по щелчку пальца но не раскручивается на нужные обороты то есть это как бы вот вот как бы так и мы говорим о том что вас дико не хватает людей это объективный факт но значительная часть у нас была потеряна значительная часть потери у нас просто могло не быть и обязана было не быть если соответствующие должностные лица просто хоть немного чесать хотел вас спросить в интернете активно раскручивается тема прям вот активно по поводу того что прямо сейчас вот прямо сейчас сегодня вчера и так далее в процессе ликвидации находится значительное количество десятки оборонных заводов ремонтных заводов которые ранее работали на министерство обороны ликвидации банкротства и так далее остановленные распродажи оборудования вы что-то об этом можете сказать я детально с этим делом не слышал но лично как бы не столкнулся нет я тоже меня просят комментировать они будучи специалистами я честно говоря воздерживаюсь от комментариев поэтому хотел вас спросить ладно поехали предположим мы каким-то образом сумели снабдить наши войска новые соединения вернее старые новые соединения снабдить боевой техникой и и это не то что это очень важный вопрос потому что у нас когда то что два в товарных количествах пошли но хорошо пошли то что два мы поставьте комплекты доп защиты них раз чтобы они не голые были второй вопрос который получается например старые танки т-55 экстренная переделка в тяжелые бмп у нас проблема за скажем так за артиллерии захват позиций у нас проблема с тем что у нас разрыв действия артиллерии и пехота не успевает на своих ногах навешаны всем и так далее то у нас то же самое шасси т-55 она вполне позволяет эти по и вплоть до практически впритык огневому валу примеру для этого надо еще организовать уметь организовать огневой вал к сожалению с этим тоже есть проблемы но давайте мы все-таки просто мы идем забиваемся все время на мелочи а мы должны выдать как бы какой-то некий общую картинку рецепт как нам победить врага вот мы прошли формировали части соединения вот мы их нас настили боевой техникой вот мы ликвидировали нехватку элементарного и не только элементарного обеспечили разведку дальше что нам необходимо для победы вот что картина что мы еще забыли до уровень главного оперативного управления это соответствующая соответствующая я поправлю сразу там видимо неправильно обсуждать мы совершенно с вами не затронули вопрос организаций нормального тыла и нормального правового обеспечения того же тыла и так далее то есть вопросы военного положения мобилизации транспорта мобилизации экономики вот на самом деле начинать надо было именно с этого то есть мы создаем миллионную армию который нам нужно постоянно кормить здесь как раз подсережные подвижки но они пошли как они пошли в режиме но абсолютно как бы вне правого поля и здесь мы опять же почему у меня свой зуб что называется на комитет госдумы по обороне когда вот по наглядный пример по мобилизации господин картополов он дает очередное скажем так выпадает из шкафа и заявляю что так вы получать будете огромные деньги поэтому все будете платить ипотеку то есть вот как бы так а уже комитет по труду и социальной политики госдумы он рассматривает вопрос о том чтобы давайте-ка мы посмотрим с точки зрения там кредитный каникул какая будет реальная ситуация выработка реальных юридических механизмов то есть собственно говоря на уровне другого структурного подразделения госдумы давайте разберемся с ситуацией вот просто напросто я думаю что у них действительно есть большое желание с этой ситуации разобраться вместо того что бравого военного картополова в стиле там не бы шашку до коня да на линию огня что называется там который несет с трибуны то что пить его знает не совсем отдавая себе должность он несет и здесь просто есть есть организм который обязан выполнять вот эти вот вещи с точки зрения законодательного обеспечения комитет госдумы по обороне должен не не мордами в телевизоре быть он должен работать он должен проводить то же самый анализ спросите промышленность на тему тех дыр которые есть потому что сейчас мы приходим к следующему что те решения которые предпринимаются которые они чисто в ручном режиме они чисто вне правового поля решения предпринимаются но рано или поздно это себе напомнит да это это напомнит потому что у нас реально есть пятая колонна у нас реально скажем так но у меня я не об этом лица высокопоставленного пока говорили что но прямом саботаж фактически о подготовке военного поражения страны это еще середина 2010-х годов это заявлять эти вещи и при наличии при отсутствии правовых юридических механизмов появляется масса моментов для того чтобы в колесо вращающийся палочку воткнуть и причем воткнуть так что никакой наши коджиби следов не найдет потому что человек который это сделал он делает святые глазки лупая глазка что вот у меня до показывает бумагу на которой написано регламент его деятельность ведомственные всякие прочие акты абсолютно правильно абсолютно правильно вот здесь мы подводим как бы итог что без нормального правового обеспечения без военного положения без введения в действие комплекса законов аналогичных тем которые были введены в действие 22 июня 1941 года даже самые серьезные усилия в военных чисто военным и военно-экономическом промышленном плане они не будут работать согласны да не они будут но они будут работать с но с крайне низким кпд поэтому я главное что есть опасность того что на уровне саботажа мы не сможем наказать саботажников и даже не сможем и кто даже критически важное решение могут быть заблокирован абсолютно точно соответственно мы должны помнить о том как было организовано просто по прецеденту руководство военными действиями во время прошлой большой войны государственный комитет обороны государственный комитет обороны с передачи ему всех высших функций высших управленческих функций на время боевых действий но при чтобы создать государственный комитет обороны нам необходимо или объявить войну или ввести некий режим который будет к ней максимально приближен по правовому статусу то есть надо выходить из этого так называемого сло которая не имеет юридического вообще статуса вводить другой статус и вводить военное положение мобилизовывать экономику мобилизовывать транспорт мобилизовывать правоохранительные органы и органы государственной безопасности создавать военную контрразведку расширять то есть выводить ее сферу деятельности за пределы непосредственно воинских частей и принимать еще тысячу мер уже на микро уровне согласно как бы тому за военному законодательству которая будет введена правильно да а пока мы сделали только один шаг мы начали собирать огромное количество людей вот и мужественно бороться с тем чтобы их пытаться одеть а будь обучить и поставить строй это в каком виде это делать но даже поставив их строю кое-как вооружив одев и обучив и поставив строй мы все равно встаем перед проблемой что их дальше надо кормить поить дальше вооружать и снаряжать а миллионную армию которая нам необходима для победы на украине в состоянии мирной экономики долго содержать будет невозможно и поэтому нужны те оперативные решения которые реально обеспечивают не скажем так не позиционный фронт года а те позиции оперативные решения которые обеспечивают реальный перелом ситуации реальную победу хорошо давайте теперь тогда перейдем к тому что от нас ждут очень многие подписчики мы уже как бы начинали затрагивать эту тему как мы я думаю здесь не будем выглядеть комнатными наполеонами как нам как вы видите условно говоря решение военных задач по разгром украины стратегически что публично было озвучено про удар с юга у меня еще был рапорта или начальника генерального штаба исполнен от руки передано через приемные фсб но с учетом того что документ соответствующий потому что там были определенные ну скажем так решение на оперативном уровне то есть как можно было но не просто что называется там стрелку кинуть на карте а с точки зрения решения там определенных там оперативных вопросов то есть уже как бы с конкретным предложением как то можно было понятно что это не является предметом публичном обсуждении даже говорить нечего это раз второй вопрос здесь не может быть сказано то что может нанести ущерб российской федерации то есть то о чем речь идет это именно ну вещи вполне очевидны по всей этой ситуации ну да то что у нас наивысшую цену сейчас имеет плацдарм который находится на правой бережи то есть в том или ином виде это действительно это то что вот самое ценное что было в ходе первого этапа достигнута даже не мариуполь нет самое ценное это был плацдарм на правой бережи этот плацдарм может у них опрокинуть все другой вопрос берем например с точки зрения например украинской стороны когда вот тут пошли заявления о полководческом гении залужного там прочего прочего здесь ну да человек не дурак вот это это действительно скажет видимо по сравнению со многими нашими военачальниками это даже это достижение вот берем например то что произошло харьковской области вот этот так сказать ущерб просто разворачиваем на другой участок фронта где у нас скажем так примерно такая же ситуация была с наполнением войск я знаю и какие последствия катастрофически это могло бы я именно я боялся два месяца когда противник начал наступление использовался группировку на харьковском фронте я честно говоря перекрестился просто перекрестился потому что не будем раскрывать от смысла нет тем более ситуация насколько я знаю изменилась лучшую сторону если бы в это такой удар был нанесен по расходящимся направлением на мариуполь в на волновах у мариуполь на бердянск и на мелитополь с выходом к перешейкам то там было бы тоже самое было бы фактически то же самое решение использовать 8 ударных бригад противника на харьковском фронте для меня честно говоря явилась совершенно непонятным и слава богу что они это сделать но картина которая была в момент когда враг атаковал под два клея которая была южнее угли от на фронте южнее угли дарада гуляй поля она принципиально ничем не отличался у нас здесь вопрос вообще соответствую занимаемой должности начальника главного оперативного управления господина русского и собственно говоря той ситуации которая находится в голгоша то что там необходимо очень серьезнейший кадровочистка это вне всякого сомнения опять же что касается талантов заложенного некоторые считают что рейдер и череда так договорники я так не считаю подчеркиваю я полагаю что имела место очень серьезная ошибка со стороны командования в силу которая основной удар из-под булаклей направила не на юг на охват изюмской нашей основной группировки где у нас три четверти сил был сосредоточен этом фронте на плацдарме южнее изюма первая гвардейская танковая армия там с приданными частями подразделениями тнр и различными подразделениями барсов тех же самых а почина не начали наступать на купянск в этом направлении они нас легла в течение двух суток наша группировка южнее изюма не делала вообще ничего она не сняла ни одной батальонной тактической группы не перебросила даже на защиту изюма противник разгромив сбив просто один-единственный блокпост на северной окраине города просто въехал в город который никто не защищал и если бы у них были там достаточные силы наша первая гвардейская танковая армия была бы окружена к исходу вторых суток здесь мы приходим еще все так в филаншу за университет тость высшего командного состава ну ряда представителей высшего командного стола российская то что скажем так нахождение данных лист на своих должностях мягко говоря вызывает очень серьезный вопрос но все-таки мы с вами сейчас подчеркнули важность заднепровского плацдарма условно говоря херсонского фронта как я его называю на которой кстати противник активнейший наступал весь август серьезными потерями наступал но прорывов не достиг за счет того что у нас все-таки там фронт был назначительно плотнее нежели он был под балаклей это очевидно но наступать только на одном участке фронта это значит естественно привлекать на этот фронт какие-то дополнительные силы врага резервы я не хотел бы вдаваться вот скажем так подробности по понятно что они не на одном участке фронта то есть мы вы не хотите вы не хотите гадать в отношении чтобы случайно не угадать и чтобы вас случайно не объединили в том что нет я не хочу сказать лишнего я не хочу касаться тех вопросов которые может использовать противник знаете я так полагаю что противник не дурнее нас с вами и многие решения очевидны но не хотите не хотите я в данном случае не буду тем более не мы с вами планируем боевые операции но не будем не будем как говорится что еще мы с вами забыли что нам необходимо сделать поставив себя на место наших великих вождей и учителей чтобы убить эту войну потому что то что без авиации никакого наступления быть не может то что ну тут мрак который у нас по части применения сил авиации при этом у нас я массу примеров знаю и в успешных действий например начальный период например непосредственно авиационная поддержка стороны те же самых су-34 вот люди которые на местах хорошие наводчики были прочее они очень высоко например оценивали работу су-34 по конкретным эпизодам конкретных примерах и так далее но с точки зрения вообще как организованной силы мягко говоря наши вкс-ввс они просто отсутствуют следующий вопрос если брать вкс это вопросы пво у нас сейчас вот тоже самая ситуация с расстрелом мостов технически наши по не проиграла я не хочу называть причины которые там были но там наша эффективность пво там могла быть даже тех сил которые были она могла быть повышена многократно при привык при принятии соответствующих управленческих решений например если или пока но я могу сказать что например это уже в интернете прозвучало это лицо скажем так с одной из предприятий алмаз антей прозвучало что у нас наши добрестные начальники они лихо проводили закупки новых средств пво скажем так но с мизерным количеством расходников это как бы одна сторона вопроса который очень так сыграл негативно там были другие решения те же самые старые ракеты и прочее то есть но дальше начинается определенные нюансы которые имели технические решения но своевременно технические решения они не реализовывались в результате мы имеем расстрелянные мосты следующий вопрос но мы имеем не только расстрелянные мосты мы имеем ввиду солидные потери которые понесло наше пво в ходе боев за этим мостом дело в чем заключается что касается пво понесло потери открываем американские документы я могу сказать что сейчас некоторые начальники у них квадратные глаза они почитали документы они свободном доступе находились документы которые они отрабатывали еще но у них прямо писал что например девяносто первом году против юрака мы отработали новые тактические положения по убиванию пво которые были впервые использованы еще в семьдесят третьем году израиль впервые у нас были бравые доклады товарища яшкина нашего военного советника у нас все было классно так далее без какого-либо серьезного критического анализа это к вопросу о вранье на войне а противник это дело отрабатывал отрабатывал я лично определенным начальником докладывал что если у вас например но я уже об этом могу сказать открытым текстом потому что наше доблестное министерство обороны но догадалась об этом рассказать по телевизору что у нас наконец-то вот тот вопрос который стоял после вот масштабных обстрелов донецка публично что если у вас но нехорошая ситуация с артиллерийскими ралс из потера используйте рлс пво и самый главный момент что если рлс пво они могут если они не смогут бороться участвовать контр батарейной борьбе и будут выносить но наконец-то здесь пошли серьезные подвижки но только ну об этом не ну не надо по телевизору рассказывать что у нас там наше доблестное министерство обороны об этом что освоены новые тактические приемы там и так далее то есть вот но сделай извините это классический стиль нашего министра обороны не важно что делается на самом деле важно как пустить пыль в глаза все это шойгу это вот извините я вынужден сказать следующее это весь шойгу абсолютно неважно что на самом деле важно как об этом от красиво от болтаться но здесь вопрос не только шойку здесь у нас сила департамент извините он собрал под себя рыба гниет с головы ну и собственно говоря там известный женераль брехло ну так это просто классический случай но опять же рыба гниет с головы кто этих всех набрал кто их всех набрал кто именно присваивал звезд лампасов продвинул их и поставил дядя петя дядя вова дядя вова не военные от слова вообще я даже в армии нет военный отдел цк администрации президента потому что все это это все номенклатура уже их не вот тут вопрос я говорю это очень серьезно с точки зрения военного отдела администрации президент тех лиц которые вопп курируют соответствующие вопросы потому что все эти назначения они проходили через них более того в целом ряде случаев начальники скажем так они просто не могли повлиять на соответствующее назначение это тоже как бы процесс такой что ну конкретная ситуация в виде боевых действий по генералу только хорошие по поводу штаба там целый ряд моментов но есть люди которых вот ну просто в таком случае давайте еще раз в прошлый раз на данном канале я сказал о том что выдал фразу по поводу генерала сухомлинова я вспомнил про поводу великого князя николая николаевича младшего его начальника штаба генерал янушкевич и начальника штаба ставки что тоже выпияли кричали после поражений под танинбергом разгрома наших войск восточной пруссии после целого ряда после неудачной варшавской операции когда не удалось уничтожить окружить прорвавшийся корпус немцев все кричали о том что надо николая николаевича снимать государь все как говорится тянул 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 с этим делом и только потребовался раз горлицкий прорыв великое отступление огромные материальные людские потери миллионы пленных для того чтобы все-таки принять решение о том чтобы через год войны снять бездаря тупицу и интригана с должности главнокомандующего и взять это под свои руки после чего ситуация начала управляться вот сейчас на мой взгляд мы имеем дело с тем же самым только вот такая мы имеем ввиду президента который до сих пор не взял на себя ответственность за ведение военных действий которые он должен был бы взять возглавив государственный комитет обороны мы имеем бездаря очковтирателя жулика и гомерического вора тщеславного в качестве министра обороны который фактически руководит военными действиями хотим мы этого не хотим вот вместо никого никого чем младше поэтому давайте поставим вопрос главное как сказал товарищ сталин который все-таки свою войну выиграл несмотря на все поражение сорок первого года кадры решают все то есть корень всех проблем и ключ ко всем проблемам которые надо решить что победит этой войны это кадры вы согласны со мной да я вот буквально счету это при том что мы подчеркиваем еще как всегда это подчеркиваю свержение смещение высшего руководителя государства во время войны это катастроф поэтому нравится нам наш президент или не нравится мы будем не только против его смещение мы будем активно этому противодействовать если от нас будет зависеть но если наш верховный руководитель на данный момент ничего не сделает со своими замечательными привычными в течение 20 лет излюбленными жополизами мы не сделать ничего не сможем ничего не сможем они проиграют эту войну за себя и за президента и все что мы сейчас говорим про маскировочные сети про чехлы про не использование новейших средств и сил про кретинические боевые операции про военные провалы маскируемые под деэскалациями и перегруппировками это все нельзя решить при целом ряде кадров которые все это допустить они в принципе необучаемые не хотят и не будут учиться поэтому ждем когда вслед за теми совершенно необходимыми совершенно правильными мерами которые были приняты в последние две недели за объявлением частичной мобилизации за проведением референдумов на бывших территориях так называемой украины которые исключают возможность отступления исключают возможности договорняка с украиной с нато фактически де-факто мы ждем и других конкретных действий от нашей высшей власти мы не хотим эту войну проигрывать мы хотим ее в этой войне побеждать мы ждем нормальных кадровых перемен и что эти кадровые перемены будут не опять шило на мыло а что будут все таки назначены люди которые в представлении профессионалов смогут компетентно руководить нашей армии нашей оборонной промышленностью нашим тылом и нашей внутренней политикой военных условиях и эти фамилии это не вот наши с уважаемым максимом александровичем отнюдь эти фамилии есть они известны они мелькают во втором и третьем эшелоне наших высших военных и государственных деятелей мы их ждем я добавлю от себя первое у нас на все несмотря на все проблемы у нас до сих пор есть возможность достаточно короткие сроки обеспечить перелом и полный успех на украине достижение изначально заявленной цели это раз но необходимо учитывать что планка требований к нам к нашим вооруженным силам к стране она стоит не с точки зрения задач на украине у нас объективно сейчас столкновение с западом который по военно-техническом потенциал у нас превосходит на порядок в каком виде это столкновение такой полу горячие тлеющие так далее но но де-факто это объективная реальность и здесь наши действия должны исходить именно из вот этого из вот этой планки задач и здесь мы приходим к еще одному фактору когда некоторые скажем так лица заявляют про ядерное оружие стоя с другой стороны никаких вменяемых вариантов применения ядерного на уру оружие на украине интереса к российской федерации нет это соответствует только и заокеанским интересом только сша в этом заинтересованы по целому ряду причин для украинских условий это даже военного смысла не имеет то есть российской федерации нет никакого смысла применять ядерное оружие на украине однако ядерное оружие имеет очень важную роль с точки зрения сдерживания сша и здесь очень остро встают вопросы боевой устойчивости стратегических ядерных сил готовности безусловно даже в самых неблагоприятных условиях нанести способности по сша нанести соответствующий удар вот как бы так получается здесь нужно соответствующие меры предпринимать так как они принимаются сейчас но мягко говоря вызывают вопросы да я завершая как говорится нашу беседу она получилась очень сумбурной очень многого мы можем можем сказать но не можем и не хотим и вернее хотим но не можем очень многое не вмещается формат относительно короткой передачи в любом случае основное нами сказано после начала мобилизации у нас появилось окно возможностей появился свет в конце туннеля появилась надежда на то что наша власть осознала масштабы проблем и намеренно эти проблемы решать мы со своей стороны насколько будет это в силах готовы ей помочь в этом словом делом помышлением всем необходимым до свидания всего доброго